привет друзья давно не виделись я долго думал что делать не с инвестициями как быть дело в том что брокер открытие закрывается вы знаете все активы были переведены в т.б. как это произошло но это произошло за счет того что мне кажется не очень красиво получилось там в т.б. поглотил открытие честно говоря мне это очень не очень нравится сам процесс поглощения и всего такое прочее все что связано с втб мне вообще не очень нравится если честно но я не торопился переходить почему потому что в принципе если вот рассуждать логически положа руку на на сердце ничего такого совсем уж запредельного не произошло активы все плавно перешли из открытия брокеров втб мир инвестиций тарифы при этом не изменились никакие там сказать сроки покупки ценных бумаг не изменились ну и вроде бы ничего просто единственное что ну во первых осадочек остался во вторых я вам честно скажу у меня там с открытием была партнерская программа партнерскую программу открытие это был основной мой доход на самом деле но открытие сказать все классно вела себя вот но втб сказал что не нужна нам партнерская программа вот так чем соответственно лишил меня огромной части заработка я вам откровенно говорю об этом вот что касается тарифов и так далее и я знаю что многим не нравилось тоже как переходить куда переходить надо ли переходить втб и вообще стоит ли доверять вот я долго думал на самом деле я размышлял над с ну как бы брокерами финам и бкс потому что с самого начала когда я открывал только брокерский счет много-много лет назад первый самый свой брокерский счет у меня как раз был выбор между финам бкс и открытие потому что это были старейшие брокеры самые известные самые крупные из них самый крупный брокер был бкс вот но как-то мне не знаю мне показалось что он немножечко агрессивно идет как-то вот с финамом я немножечко не знаю там с информацией там было все вроде хорошо но что-то мне мешало не знаю короче говоря я в то время послал заявки во все три брокера открытие мне больше всего тогда нравился на самом деле ну вот и первым ответила открытием брокер и соответственно больше там 10 лет 13 лет по моему я сотрудничал с открытием вполне успешно меня все устраивало вообще вот сейчас ну вот с открытием такая катавасия произошла да и вообще много во всяких там неприятных вещей произошло с нашим фондовым рынком так что я и немножечко впал в такую апатию потому что ну я рекомендовал людям например там покупать акции иностранных эмитентов значит там какие-то 50 на 50 портфель балансировать 50 процентов причем значит но валютных активов у меня было сколько там достаточно много на санкт-петербургской фондовой бирже и у это вообще валютные активы как вы понимаете они сейчас заморожены вот и часть активов которые валюте я перевел на самом деле на фондовый рынок и на валютный рынок и на эти деньги я купил золото и замещающие облигации они вполне себе работают то есть после заморозки у меня на самом деле оказалось что заморожено там где-то 200 с лишним тысячи из моих там полутора миллионов с лишним в принципе ну ничего в принципе они как бы считаются моими они там закреплены за мной я за ними слежу они там как-то увеличивается в цене или уменьшаются вот проблема в том что я не могу их продать или купить то есть я не могу ими управлять кроме того смотрите когда началась вот эта вот специальная военная операция начали вводить всякие санкции то самые первые банки которые попали под санкции это были банк втб банк открытия ну и там какие-то еще другие банки дальше к этим санкциям добавились там альфа банка то есть у меня есть и в альфа банки счет но и другие банки включая тиньков вот и все эти банки естественно имели брокерские какие-то отделения и так далее все эти банки находятся под санкциями что касается брокеров финам и бкс и у финама и у бкс соответственно есть свои дочерние банки финам банк и банк бкс там премьер что ли называется он короче говоря есть свой банк так вот эти банки и финам и бкс не под санкции для меня это важно потому что ну я покупал валюту на бирже по льготным курсом например до выводил ее соответственно в наличные и для меня это важно почему потому что у меня дочь в чехии сейчас занимается учиться и соответственно я ей регулярно переводил деньги в чехию вот нормально никаких проблем у меня не было вот проблемы эти возникли с открытием существенные проблемы то есть вообще ничего нельзя с валютой так сказать ни шагу с втб аналогично то есть это тоже важный фактор сейчас после того как все это прошло я начал ковыряться и заниматься думать что делать там финам или бкс опять та же самая проблема вот с финам я заключил без проблем партнерское соглашение с бкс заключил партнерское соглашение вроде начал работать с финам я стал устанавливать на финаме квик и вы знаете я столкнулся с большими проблемами в этом деле там технически там все как-то заморочено как обычно финами вот на сайте очень трудно разобраться кое-как мы разобрались с кириллом вроде сказать все там установили и ключи и все послали их на регистрацию финам но ключи почему-то не были зарегистрированы в общем как то так все кисло прошло не получилось у нас как бы вот так что касается тинькофф брокера ну там все удобно на самом деле вроде бы да вот ну я стал значит там искать какие-то инструменты какой-то сказать там аналитику пытаться значит там ну какие там наиболее прибыльные облигации выбрать поискать ничего этого там не нашел конечно искать из привычных инструментов поэтому квик нужен тинькове крик не очень как-то вот ну короче говоря и комиссии в тинькове вообще говорят не самые лучшие поэтому я принял решение все-таки переходить в бкс банк недавно заключил с ними соглашение и открыли в общем достаточно легко брокерский счет там за три минуты он открывается для жены естественно вот потому что я собираюсь активы переводить на жену ну потому что партнерка как минимум вот так соответственно и мы поехали с женой недавно в москву очень быстро открыли банковский счет в бкс и на нее брокерский счет тоже прекрасно открывается легко соответственно к нам вышел какой-то старший менеджер мне везет вообще на старших менеджеров вот и он ответил на все наши вопросы значит там мы с ним очень хорошо поговорили пообщались короче говоря я думаю что он тоже увидит это видео если у вас будут вопросы какие то он ответит в комментариях я с ним договорился короче говоря я принял решение делать все в бкс прямо сейчас вы увидите ссылку но я думаю что он там вот как открыть счет бкс просто нажать на эту ссылку и все и либо qr-код тоже это сканировать и совершенно спокойно надо перейти по этому qr-коду вы прямо сейчас перейдете на страницу которая я сейчас вам и открою вот так такая страничка откроется я вас очень прошу конечно же по этой ссылке перейти потому что это партнерская ссылка и и соответственно как вы понимаете мне будет приятнее с вами общаться если вы перейдете именно по партнерской ссылки вот и соответственно менеджер будет с вами тоже общаться тот же самый который у меня старший менеджер если вы перейдете по этой ссылке но мы так с ним договорились вот здесь все очень просто вводите номер телефона нажимаете далее значит далее там ну стандартная процедура короче говоря если честно открытие счета занимает в районе трех минут и там все все очень очень легко вот что касается тарифов давайте посмотрим что касается тарифов и разных всяких сервисов смотрите тарифы тарифы здесь есть два основных тарифа у них все сейчас очень легко разобраться тариф инвесторы тариф трейдер вот тариф инвестор ну вот в открытии был тариф инвестор он не оправдывал свое название потому что по тарифу инвестор все-таки трейдером надо было торговать вот здесь нет все нормально все оправдывает смотрите тариф 0 рублей в месяц инвестор бесплатный комиссия 0 процентов на покупку за покупку ценных бумаг и валюты на бирже вот подробные условия вот что значит за покупку ценных бумаг и валюты на бирже я не знаю я думаю что даниил залезки и ответим на это вот о тарифе ежемесячный платеж 0 плата при отсутствии операции 000 все бесплатно все хорошо комиссия за вывод средств смотрите как интересно рубли в любой банк нет комиссии валюта в бкс банк нет комиссии то есть валюту совершенно спокойно мы можем купить на бирже и вывести как и прежде в открытии в бкс банк и она будет лежать там в бкс банке ее можно перевести куда-то и так далее напоминаю что бкс банк не под санкциями вот это вот для меня очень важно дальше фондовый валютный рынок и рынок драгметаллов мосбиржи санкт-петербургская биржа комиссия за продажу 0,3 процента на валютном рынке мосбиржи принимаю взимается комиссия за хранение валюты что это такое я не знаю потому что здесь комиссия 0 процентов за покупку ценных бумаг и валюта на бирже а здесь значит фондовый валютный рынок комиссия за продажу 0,3 процента мне кажется здесь некоторые противоречия так я не понял 03 или 0 вот что-то здесь не так но внебиржевые сделки я не буду рассматривать потому что ну они крайне редко происходят и комиссии здесь несущественно да и вообще тариф инвестор я планирую делать на том счете который будет просто ну будут я куплю ценные бумаги или переведу их из открытия из втб сейчас и соответственно они там будут лежать месяцами и ничего с ними не будет происходить поэтому комиссия здесь не играет роли никакой вот а комиссия играет роль конечно на срочном рынке и вот на срочном рынке давайте смотрим комиссия за контракт 3 рубля прямо скажем эта комиссия зверская и в общем если вы собираетесь торговать на срочном рынке то вам нужно перескать нужен тариф трейдер тариф трейдер подразумевает что смотрите 299 рублей в месяц ну как бы ну и что платеж при отсутствии сделок 0 рублей в месяц ну естественно если вы будете заниматься на срочном рынке у вас сделок будет немного а очень много и поэтому соответственно 299 рублей в месяц вы заплатите ежемесячный платеж вот дальше а дальше вот смотрите комиссия за вывод счета рубли нету за валюту в бкс банк какая-то ну мизерная 007 процента это немного вот теперь дальше фондовый валютный рынок комиссия от суммарного оборота ну 003 процента это даже ниже чем в открытии значит там то есть ну я так понимаю что плюс биржевая комиссия поэтому ну значит вот такая же то есть минимальная комиссия тариф трейдер это на на фондовом рынке и на валютными на драгметаллах понимаете да вот теперь дальше вне биржевые сделки понятно вот срочный рынок теперь смотрим сюда все становится на свои места если у вас маленькие объемы до 100 контрактов в месяц насколько я понимаю да до 100 контрактов рубль это уже очень хорошо рубль до пяти миллионов от двух с половиной миллионов до пяти миллионов сделаю ну как бы объем сделок в месяц это а суммарная стоимость активов нифига рубль рубль короче говоря вот так а здесь количество контрактов штук комиссия за контракт здесь опять же не знаю вот не знаю то есть либо количество контрактов либо суммарная стоимость активов что имеется ввиду суммарной стоимости активов у вас на срочном рынке вряд ли будет вот либо это оборот тогда это уже совсем другое опять же вопрос будет к финансовому консультанту я думаю что на этот вопрос ответить вот теперь сделки сделки захоронения использование торговых терминалов вот мне тоже здесь не очень понравилось потому что один терминал quick бесплатно или web quick 300 либо 300 рублей в месяц если на счету менее 30 тысяч рублей это очень как бы так вот по изуверски если честно если у вас совсем маленький счет то лучше quick не устанавливать каждый следующий quick 300 рублей в месяц мобильное приложение бесплатно каждое следующее мобильное приложение quick 200 рублей в месяц соответственно но это все касается quick нас на самом деле насколько я понимаю вот а при тарифе инвестор ну там как бы тариф инвестор ну здесь аналогично совершенно вот но в чем суть смотрите дело в том что если мы торгуем но не долго и немного на самом деле нам вообще не нужен здесь крик потому что если мы переходим открываем счет то здесь есть собственный терминал в версии и соответственно в общем никакой терминал quick не нужен нам это просто терминал на счете то есть я открыл свой счет захожу туда стандартная процедура приходит с маска и у меня вот вот он терминал пожалуйста прямо на на любом устройстве фактически через веб вот то есть подтверждение через ну там я вхожу стандартно свой там логин пароль свой ввел и подтверждение по телефону двухфакторная аутентификация все я могу купить здесь доллары вот могу найти какие-то рынки собственно говоря вот такой сервис ну вот как бы кратенько я решил перевести вообще говоря все 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 свои ценные бумаги именно в бкс для того чтобы ну вот ну во первых web quick а вторых ценные бумаги значит тариф инвестор будет чтобы не платить ничего сделок у меня здесь практически не будет срочный рынок но я пока не знаю вот надо ли срочный рынок у меня кто-то узнавал насчет срочного рынка и говорил что комиссия здесь гигантская на самом деле нет комиссия не может быть гигантская я потом там прямо ну в комментариях ответил человеку что как-то странно все я узнаю я узнал действительно комиссия на срочном рынке не комиссия размер гао она не гигантская стандартная совершенно дело в том что размеры гао определяется не брокером вообще говоря размер гао определяется биржей и он там корректируется в зависимости ну там с каждым клирингом он корректируется поэтому поэтому размер гао на срочном рынке совершенно стандартные у всех брокеров но надо помнить что срочный рынок это такой особенный рынок и когда мы торгуем на срочном рынке надо отключать сервис ебс единый брокерский счет потому что когда у вас включен единый брокерский счет тогда у вас все тогда у вас активы которые находятся на фондовом рынке идут в залог торговли ну как бы в качестве обеспечения гао на срочном рынке и вот тут уже включаются вот эти самые как бы гигантские гао но это через механизм ебс то же самое касается и в открытии то же самое было когда мы торгуем на на срочном рынке на если мы хотим торговать то очень важно отключать режим ебс единый брокерский счет вот ну вот я говорю для тех кто уже прошел курс биржи для чайников кто знает что это такое вот кто в курсе то есть единый брокерский счет не включайте просто и все или отключайте его в своих настройках в личном кабинете вот люди спрашивали меня еще есть ли какие-то там сервисы дополнительные там типа модельный портфель и так далее там подобное ну конечно есть здесь все брокеры предлагают это дело причем здесь вот такие штуки сервисы то так здесь я так у меня уже quick подключен так со счета бкс блин сервисы это не то что я имел ввиду так ну я думаю что о сервисах я расскажу в следующем видео вот в другом на самом деле здесь есть режим авто следование вы можете выбирать стратегии которые выбираете там есть какая-то возможность даже насколько я понял выбрать несколько стратегий то есть пропорционально как то здесь все есть я просто ознакомлюсь этим более подробно и расскажу вам вот есть возможность личные финансовые советники естественно тоже все есть вот а здесь стратегии автоследования насколько я помню и так здесь наверное нет не здесь так вот управление капиталом вот управление капиталом авто следование доверительное управление инвестиционные идеи ну и из это понятно вот все это естественно есть здесь авто следование ну я просто познакомлюсь поподробнее здесь есть разные режимы есть все что касается вот ну типа модельного портфеля все здесь тоже есть более подробно я расскажу в другом видео а сейчас я хочу просто вот завершить еще раз если кто-то захочет перейти в брокер бкс ссылочку прямо сейчас вы видите либо qr-код либо ссылочку там значок и если вы смотрите меня в ю тубе и вы совершенно спокойно перейдете к брокеру бкс и откройте там счет и соответственно в описании естественно тоже будет ссылочка ну а сейчас я хочу закончить до встречи с вами был демитков юрий следующие видео я уже буду здесь публиковать я думаю что достаточно часто и регулярно поэтому я сейчас возобновляю работу вот с этим каналом до встречи с вами был демитков юрий мне нужно быть потому что еще одна причина две Продолжение следует...